Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал «Ваше общественное телевидение». В эфире программа «Честь имею» и, как обычно, я ее ведущий Алексей Краев. Сегодня мы пригласили в студию очередного гостя, настоящего полковника, полковника спецслужб, автор-исполнитель Александр Стволинский. Добрый день, Александр! Добрый день, Алексей! Добрый день, телезрители! Очень рад, что вы меня пригласили. Приятно выступать, хорошая студия, приятно встретиться с Алексеем. Спасибо! Саш, ну, традиционный вопрос, который я задаю всем участникам программы, прошедшим или еще, как говорится, выполняющим свой воинский долг. Расскажи вкратце о своей военной карьере, офицерской, с чего началось, как стал офицером, ну, в общем, как ты считаешь нужным и возможным? Я бы сказал так, наверное, военная карьера началась еще со срочной службы, когда я служил солдатиком, служил в Забайкальском военном округе. Служба была довольно-таки тяжелая, два года отдал, как говорится. В каких войсках? Войска, это ВВС-связь. Кто у нас в дождь и грязь, наша доблестная связь. Да-да-да. Ну, разумеется, для девушек я был летчиком, потому что погоны... Синие. Да, голубенькие такие, весь такой летчик из себя. Вот, ну, отслужил, а потом закончил Ленинградский кораблестроительный институт и военная кафедра, разумеется, лейтенант военно-морских сил, да? То есть вот это вот первое такое офицерское воинское звание. Ну, а дальше судьба складывалась так, что в различных служил, как бы, в различных направлениях, и в конечном итоге вот полковник уже еще пока не в отставке, но, как бы, идет к тому времени уже как... Ну, да-да, что делать? Всему когда-то приходит свое завершение. Не жалеешь, что вот все-таки закончил гражданский УЗ, правильно? Гражданский УЗ. И пошел в армию, вот не жалеешь, что ушел служить? Я не жалею, что ушел служить, и, в общем-то, и учился в этом УЗе, то есть уже, как бы, были такие мысли, что вот отдать родине, как бы, свое такое, ну, то есть мне всегда нравились люди в погонах, которые, как бы, вот, как ваша передача называется, честь имеют, да? То есть это, наверное, не просто слова, то есть это все-таки что-то такое, что действительно связывает, как бы... А в роду были военные? Отец, дед? Отец у меня был геологом, вот, а вот дед, мой дед Стволинский, Вениамин, то есть он комбатом воевал, ушел на фронт добровольцем с Питера в 41-м году, прошел всю войну, и 30-го апреля скончался в Польше от ран, вот, комбат он был. Чуть-чуть не дожил до победы. Да, кстати, если только сегодня об этом узнал, откуда этот псевдоним взялся у тебя, ясно. А ты принес сегодня фотографию деда, давай покажем ее телезрителям, вот, такой бравый, молодой, и дедом-то не поворачиваться язык назвать, да? Да, ну, таким, да. Ну, все мы были молодыми, конечно, вот, вечная память этому герою. Я хотел бы показать еще и фотографию, это кладбище в Польше, где вот дед мой и похоронен. То есть он в Польше, да? Да, ну, он там скончался от ран, и там же, вот, при госпитале, там вот кладбище, и там похоронен. Бывать приходилось там? К сожалению, я не добрался, значит, брат мой был двоюродный там. Там вообще мечта такая, если это возможно, перевести останки деда и похоронить к его жене, то есть к моей бабушке, как бы вот на кладбище. Бабушка здесь лежит? Бабушка, да, здесь тоже, да, блокаду всю пережила здесь, и, в общем-то, похоронена у нас на Богословском. Понятно, ну, то есть пример жизни был, было с кого брать, когда пошел служить офицером, ясно. Хорошо, Саш, вот ты два года служил срочную службу, вернемся, как говорится, к нашему же, к нашей биографии. И сейчас, как ты знаешь, срок службы у солдата установлен один год, причем ни днем меньше, ни днем больше, то есть ровно один год. Как считаешь, достаточно этот срок службы, чтобы подготовить хорошего, добросовестного, настоящего защитника Родины? Ну, я абсолютно не согласен с этим сроком службы для защитника Родины. Это мое, конечно, мнение. Я понимаю так, что за год можно парню, который пришел в войска молодой, только показать, и он только поймет, что вообще, как это тяжело служить. Но он не может стать специалистом, на которого будет уповать Родина, что он твердо будет стоять на защите ее и, как говорится, применять все свои знания, опыт и защищать наши рубежи. То есть я всегда был за контрактную армию, то есть на контрактной основе, и мне кажется, это было бы более действенно. Пусть и солдаты будут на контрактной основе, и офицеры, то есть если прапорщики оставят еще такую категорию военнослужащих, то это безусловно. Ну, то есть человек должен служить, получать зарплату нормальную, и Родина зато будет четко знать, что на ее защите стоят профессионалы. Достойные, да, люди. Ясно. То есть ты, твое мнение, что... Я говорю не про достойных людей, а именно про профессионалов, то есть потому что ребята, конечно, многие, мы знаем, сколько ребят воевало в Афганистане как раз в мою молодость. То есть я случайно, как говорится, туда не попал, вот, уже был тоже в списках, но вот попал в Забайкалье, и оттуда у нас ребят призывали. Вот. Достойные ребята все, конечно. А вот профессионалы, вот, то есть нельзя из солдатиков делать пушечное мясо, правильно, то есть... Согласен. То есть тут вот как бы... Согласен. К сожалению, да. Увы, именно непрофессионализм порой приводил... Конечно, да, приводил... ...поправимым последствиям. То есть ты считаешь, что, в принципе, армия у нас должна быть без призывников? Я считаю так, да. То есть это мое мнение, что люди готовы отдать свои силы, знания Родине, вставив на ее защиту. Они должны быть профессионалами, они сами... Единственный момент, чтобы ребятам показать, что такое армия, чтобы проявилось какое-то чувство. Может быть, кто-то об этом и не мечтал, но как у нас раньше была там военная, начальная военная подготовка, да. То есть... И тогда вполне возможно, парень поймет, что это его, что ему это надо. Какие-то сборы, да. Сборы, да. Обязательно, да. Вот тут... Двухмесячные. Двухмесячные сборы, да, чтобы ребята постреляли, посмотрели, что значит это ходить строем, что значит вставать по тревоге. То есть немножко почувствовали. И в данном... Есть романтика в этом. Есть романтика и кто служит на кораблях, да, во флоте, десантники и все остальные, все структуры, везде есть. Да, конечно, есть романтика. У танкистов и у пехоты тоже своя романтика. Безусловно, да. Иначе люди туда не шли служить, наверное. Вот именно про это я и говорю. То есть для этого должен человек почувствовать, что в этом романтика есть. То есть дать ему возможность, но никак не призывать его на год. То есть это и не то, и не все. И не профессионал, и не воин. Понятно. То есть романтика, она подразумевает и какое-то творчество. То есть военный человек, он еще и в первую очередь должен быть творческим. Потому что спланировать какую-то операцию в любом виде вооруженных сил, нужно иметь незаурядное мышление какое-то, чтобы победить врага, нужно его обхитрить, грубо говоря. Ну, Коль, вот мы так плавно переходим на творческую стезю. Мы тебя уже представили здесь как автора-исполнителя. Расскажи, пожалуйста, об этой стороне своей биографии. Когда, с чего началась у тебя тяга к этой музыкальной карьере? Музыкальная карьера, да. Каких результатов ты на сегодня достиг? То есть с самого детства я всегда занимался в самодеятельности, участвовал там в хоре, то есть в вокально-инструментальном ансамбле, и в армии в том числе, и в моем любимом кораблестроительном институте. Там у нас замечательная была весна на Лосманской. Это, ну, действительно, театр такой. Ну, в общем, все было вот связано с творчеством. И никогда не придавал этому какое-то профессиональное, наверное, как бы, значение. И совсем недавно, где-то 3-4 года назад, начал к этому подходить уже более так профессионально. Мне нравится очень жанр шансона, то есть где в тексте есть смысл, где можно вложить в свою душу, передать какое-то настроение. То есть вот это вот мне очень нравится. Вот я, как бы, стал этим заниматься. На сегодняшний момент уже записано 3 альбома. Вот сейчас выходит DVD-диск с моими концертами, клипами, потому что картинка, она всегда интересна. Тоже зрители меня об этом спрашивали, поэтому вот решил, как бы, выпустить. Вот я смотрю, у тебя здесь представлены эти все 3 альбома, да? Вот, можем показать телезрителям. Да, ну, это был диск, да, первый диск назывался «Нам останавливаться рано». Это слова в первой песне, которую я вообще записал. Вот второй диск был, самая известная песня «Женщина средних лет», и альбом так и называется «Женщина средних лет». И выпустил альбом на военную тему, которую мы сегодня как раз, наверное, Алексей, да, сегодня с вами обговариваем. Этот альбом был выпущен к 65-летию Победы и назывался «Спасибо за победу». И там как раз вот первая песня называется «Высота». Она посвящена, мною посвящена моему деду, Вениамину Стволинскому. Я написал к этой песне музыку. А интересно, что слова были написаны в 44-м году. Автор Михаил Львов, он написал на фронте, посвятил своему комбату. У меня дед тоже прошел войну комбатом, поэтому я не мог пройти мимо этой песни. Мимо этих стихов, я бы так сказал, да. Понятно. Ну, давайте сейчас вот телезрителям покажем один из видеоклипов, который у тебя наверняка войдет в твой видеоальбом. Да. Упускаемый. Если можно, пожалуйста, покажите нам видео. Отболело сердце, сердце отплакало, И не жалко было искренних слез. Как судьба порой глуха и неласкова, Проверяет не на шутку серьез. Друг покинул, будто вышел нечаянно, Прогуляться пасеком поросе. Но туда, откуда не возвращаются, И туда, куда идут насовсем. Безутешные слова в горле комкают, А гитара братьяков не спешит. И осталось пить из горлышка горькую За помин его широкой души. Он был лучиком той веры затерянной, Что для многих, как живая вода. Есть промыш людей такое поверье, Время лучше забирай всегда. Разрывают облака ветры быстрые На страну, где каждый к боли привык. От рождения до смертельного выстрела Только краткий пронзительный миг. В небо чистле до нового берега Улетит душа печали полна. Но от юга до бескрайнего севера Будет петь ее живая струна. Но от юга до бескрайнего севера Будет петь ее живая струна. Отболело сердце, сердце отплакало И не жалко было искренних слез Как судьба порой глуха и неласкова Проверять не на шутку серьез Друг покинул, будто вышел нечаянно Прогуляться босиком поросе Но туда, откуда не возвращаются И туда, куда идут насовсем Но туда, откуда не возвращаются И туда, куда идут насовсем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вы смотрите программу «Честь имею» У нас в гостях автор-исполнитель Александр Стволинский Саш, кроме музыки, есть какие-то еще увлечения? Ну, увлечения чисто мужские, конечно Рыбалка, охота, это понятно Строй уже, как говорится, второй десяток пошел дачу Разумеется, где-то что-то не своими руками Но это такое дело, которое, наверное, как у каждого мужчины Должен построить дом Вот этим так увлекаюсь Дети, дети У меня вот сейчас маленькая дочка ей 4,5 года То есть это хочется ее всегда куда-то отвезти Какие-то детские, там, какие-то парки, музеи То есть, ну, пока ей музей еще не интересно Старшей дочери уже 16 лет Уже с ней как бы прошел И сын, он уже тоже закончил военное училище Вот, правда, снял погоны Сейчас работает у нас в Пулково в аэропорту Ну, то есть, вот, это тоже дети, семья Да, то есть, вот, разве этого мало? То есть сын тоже отдал дом? Да, 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 папа его направил Чтобы был настоящим мужчиной Я сказал, давай Вот, и высшее образование получил И в то же время, как бы, мужскую закалку прошел То есть, 5 лет казарминого режима все-таки он тоже дает Конечно, конечно, тебе-то в творчестве твоем что-то дает офицерская закалка? А, безусловно, дает То есть, во-первых, где-то проще к каким-то вещам относишься То есть, когда возникает у кого-то из артистов истерики Почему там как-то что-то не так, что-то не складывается Не тем номером поставить Да, ну, к примеру К примеру, да То есть, я как-то к этому отношусь более так спокойно Согласен, да Ну, и какие-то накладки бывают тоже, которые вызывают у всех проблем Ну, то есть, вот это, наверное, тоже в этом есть А самое интересное, то есть, люди, которые с тобой или служили, или учились То есть, вот творчество, которое несешь И их мнение интересно всегда Вот как они к этому относятся То есть, вот всегда очень интересно услышать Вот, надеюсь, мы еще успеем показать клип на песню «Мужики» Да, конечно, в конце осталось немного времени, но успеем показать Интересно, мы снимали на 9-миллиметровую камеру Черно-белые там кадры Еще учащихся в кораблестроительном институте И с этими же ребятами Я вот сейчас была встреча Девчонки, мальчишки, как говорится Уже 20 лет после окончания И мы сняли вот этот клип То есть, я как бы, вот они в кадре То есть, это, конечно, несет такой заряд бодрости и оптимизма Когда это посмотришь Что хочется жить и творить дальше Ну, правильно, здоровый образ жизни, я так понимаю Основное твое кредо Здоровый образ жизни? Рыбалка, охота, стройка Да, конечно, а что там уметь? Наливай, да пей, рыбачь Здоровый образ жизни Я шучу, конечно Коротко, планы на перспективу ближайшую Ну, сейчас работаем над DVD-проектом То есть, вот этот Потом пытаемся И будет сделано, наверное, как бы Из всех моих дисков Выберем те песни, которые наиболее удались И большой такой бест-альбом Ну, и пишу четвертый альбом Хочется, чтобы там были какие-то песни, которые я написал То есть, ну, полностью там Пишешь не полностью сам песни Нет, да, то есть, у меня есть песни вообще авторов Других исполнителей То есть, есть пополам, что называется, их музыка Мои слова или же наоборот То есть, по-разному все это бывает Вот, но все они мне близки И у меня такое отношение к ним, как будто я их сам написал То есть, просто так я песню не возьму То есть, она должна пройти мне через душу Чтобы я смог ее передать зрителям И чтобы она была, наверное, интересна и мне И тем, кто слушает меня уже потом Саш, ну, буквально несколько слов Нашим телезрителям На прощание, пожелания От настоящего полковника От творческого Ну, хочу сказать Любите друг друга Любите наш город, Петербург Любите Нашу страну И будем все вместе как-то ее поднимать Из того, что было И чтобы наша Россия была достойной державой Любите друг друга Спасибо У нас в студии был гость Александр Стволинский Автор-исполнитель Полковник У него здесь еще много различных регалий и категорий Кандидат экономических наук Имеет награды Мы об этом просто в нашей получасовой программе Мы не успели поговорить Но, надеюсь, Саш, не в последний раз Пригласим Тоже на это надеюсь Пригласим еще раз Думаю, это не главное Да, это не главное Главное, что сегодня к нам пришел И мы прощаемся Программа «Честь имею» Я ее ведущий, Алексей Икраев И наш гость Александр Стволинский «Честь имею» До новых встреч Всего доброго Всего доброго Друзья взрослеют, это точно А вот подружки не хотят Мы жили в детстве непорочно Среди своих ребят и девчат И молодые хулиганы Сейчас кто менеджер, кто босс Давай наполним же бокалы За тех, кто вместе с нами рос Вы не играйте в игрушки И на подъем всегда легки Мои прекрасные подружки И вы родные мужики И кто при детях, кто при внуках Им всем так хочется помочь А кто-то весь погряз в науках А кто баран укрутит в ночь Нам останавливаться рано Еще почти полжизни жить А тех, что нет на сердце, рано Нам не позволят их забыть У вас не детские игрушки Вы на подъем всегда легки Мои прекрасные подружки И вы родные мужики У вас не детские игрушки Вы на подъем всегда легки Мои прекрасные подружки И вы родные мужики Теперь другие уши грушки Но верит в сердце, в сердце ждет Что было с трубки телефонной Друзьям навстречу Позови Редактор субтитров А.Семкин